Приветствую вас, и для начала давайте мы с вами попробуем понять, как бы мы могли вам помочь, что бы мы могли для вас сделать. Как вы сами рассматриваете помощь вам, как вы сами считаете, что можно сделать, как вам можно помочь. Вот вы и сами, как считаете. Как вы видите помощь? Как вы ее, ну, может быть, представляете себе? Это важно, потому что, если мы хотим вам помочь, да, если мы хотим для вас что-то сделать, то нужно, как бы, ну, нужно стараться увидеть, постараться понять, как вы эту помощь представляете. Это первое, что вы готовы сделать, то вы готовы сделать. Готовы ли вы, например, предлагать усилия какие-то для того, чтобы свою ситуацию разрешить? Готовы ли вы работать над своей проблематикой? То есть это такие вот довольно важные вещи, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Да? Да? Дальше. Значит, одна ваша проблема, которую вы высказываете, да, это проблема ревности. И, соответственно, именно от ревности мы с вами и будем отталкиваться. Значит, что такое ревность, да? В первую очередь, ревность – это неуверенность в себе. И если мы говорим о неуверенности в себе, то, соответственно, нужно сразу постараться определить, почему и в чем вы в себе не уверены. То есть, что вы в себе не можете принять, что вы в себе отрицаете, что заставляет вас считать себя, ну, какой-то… плохой, например, там, негативный, да, хуже других. То есть, откуда вообще взялось у вас вот это вот представление, скажем так. представление и понимание из себя, откуда оно взялось у вас. А далее, значит, ревность – это всегда страх одиночества. То есть, вы боитесь, грубо говоря, остаться одна. Вы боитесь, грубо говоря, остаться в одиночестве? Возникает вопрос тогда, почему вы боитесь остаться в одиночестве? Как бы… с чем это связано? Что вы боитесь одиночества? Почему вы боитесь? Чем оно для вас так страшно? Одиночество, опять же, опять же, я имею в виду. Об этом тоже вам нужно подумать. Нужно подумать и, в общем-то, хорошо подумать. Потому что именно эти моменты толкают вас на вот это поведение ваше, которое вы продвигаете по отношению к молодому человеку. Дальше. Еще один важный момент. Это момент такой. «Откуда?» «Откуда?» «И как?» «И лучше опять, может быть, у кого вы научились сравнивать себя с другими?» То есть, кто, как и почему дал вам средства для сравнения себя с другими людьми? Это тоже очень важный момент, если мы говорим о ревности, вашей ревности. Об этом тоже я предлагаю вам подумать. Как можно более пристально и лучше. Далее. Что произойдет, если вы потеряете своего мужчину? Ну, если вот, например, он от вас уйдет. Вы останетесь без него. Что произойдет в этот момент для вас страшного? Что произойдет в этот момент для вас негативного и почему? Иными словами, чего вы боитесь? Да? Дальше. Какие у вас отношения с молодым человеком? Ну, то есть, грубо говоря, как вы его воспринимаете? Как вы его позиционируете? Как вы его, как вы к нему относитесь? К молодому человеку своему? Как вы его видите? Своего мужчину. И говоря, как вы его видите, я имею в виду, чего для него хотите? Чего для него желаете? Чего, по вашему мнению, он достойный? Я имею в виду, ваш молодой человек. Как вы к нему относитесь? Чего вам хочется? От него, может быть, от молодого человека своего. От отношений, может быть, с ним и так далее. От чего вам самой хочется от него? На что направлены ваши желания? Понимаете? На что они нацелены? Чего вам хочется? Ведь явно же хочется вам не того, чтобы у молодого человека все было хорошо. Вы же беспокоитесь о себе. Правильно? Значит, что вам чего-то не хватает. Вам самой чего-то не хватает. Да? И вы пытаетесь это восполнить через мужчину. Через вашего мужчину. А он вам как бы говорит и говорит, что ты хочешь от меня сильно много, а я не могу тебе этого дать. Да? Ну вот. Ну, соответственно, либо принимай то, что я могу дать тебе. Либо, вообще, как бы, давай мы с тобой там, ну, грубо говоря, вместе не будем. Да? Вот. И вот у меня к вам вопрос, а насколько вы принимаете человека таким, какой он есть? Потому что если этого нет у вас, если вы не принимаете его, о какой любви может идти речь? Нет, нет любви пока что-то. А есть ваша потребность в том, чтобы он был слабым. Например. Вот. Вот. В этом потребность есть. Но это вам нужно. Это не обязательно нужно именно ему. Понимаете? Так же, вероятно, есть влияние на вас определенного негативного опыта. Конечно, я не знаю какого опыта. Это может быть опыт разный. Например, родительский. То есть, ну, это может быть ваш собственный опыт, но вложенный, сформированный родителями. А может быть, и действительно вы сами оказывались когда-то, ну, жертвой может быть. Такого негативного поведения или отношения к себе. В любом случае, как вы, я надеюсь, поняли, вы не очень готовы сейчас к отношениям. Потому что вы нацелены на то, чтобы получать что-то от своего мужчины. Да? Что-то получать, но ни в коем случае не отдавать. И исходя из этого, я могу вам сказать, что до тех пор, до тех пор, пока вы не будете свободны в отношениях, в эмоциональном плане, пока вы не будете свободны. У вас, по большому счету, нет шансов построить здоровые отношения с мужчинами. Потому что вы постоянно будете их ревновать. И эта ревность, она не позволит вам получать удовольствие от отношений и принимать людей такими, какие они есть. Вы этого сделать не сможете. И именно из-за того, именно из-за того, что все время будете пытаться как бы подмять человека под себя. У вас, конечно же, это не будет получаться, потому что человек всегда будет сопротивляться этому. Поэтому человек всегда будет относиться к этому негативно. И из-за этого вы все время будете переживать. Из-за этого вы все время будете как бы чувствовать дискомфорт. Из-за этого вы все время будете сомневаться в себе. Это то, что можно вам сказать на данном этапе. С вами, конечно же, нужно работать, поэтому обращайтесь за помощью к любому эксперту, что вам придется по душе. Мы вам поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok